Армяне мечтают о колоссальном интересе, который, якобы, должны испытывать могучие Соединенные Штаты к маленькому армянскому государству. Но наблюдать за выборами в Анкаре из США приедут фактически политические статисты. Последние 30, если не больше лет, в Армении о США говорили только с восторженным придыханием, на них едва ли не молились, убеждая друг друга в том, что американцы, особенно их элита, души не чают в гордом армянском народе. Это, кстати, почти официальное обращение Никола Пашиняна к армянскому обществу. Но вот что удивительно. Последние два с половиной месяца и гордый армянский народ, и его элита, и СМИ почти не вспоминали о далеком заокеанском друге. Армения застыла в тревожном ожидании. Казалось бы, как писали классики юмора Ильф и Петров, сбылась мечта и идиота. Американский конгресс, а потом и Сенат приняли резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Но кроме двухдневной эйфории в Ереване по этому поводу, ни в Армении и ни в диаспоре радости не было. Наиболее продвинутые лидеры мирового армянства быстро поняли, что, несмотря на единогласное признание резолюции о геноциде Сенатом США, последнее слово все равно остается за президентом Трампом. На мой взгляд, он сделает все, чтобы она не стала законом. Неудивительно, что якобы историческое решение американских сенаторов было встречено армянскими либералами с очевидным скепсисом. Рупор армянской прозападной интеллигенции, из Даниэл Рагвайр даже задалось почти гамлетовским вопросом, мы имеем дело с клубком проблем США НАТО Турция, с одной стороны, а с другой, возможно, попыткой выработать новый пакт США-Запад-Россия, который может включать в себя целые пласты проблем. Что дает Армении резолюция Сената? Безусловно, возможность решать национальные задачи, но и риски, соотношения которых будут зависеть от уровня субъектности и эффективности политики. Поэтому в мировом армянстве на днях радостно обсуждали победу армянки американского происхождения Кристины Айнян на конкурсе красоты Miss Boston 2020, совершенно забыв о Т.Н. Дни освобождения Арцаха, Карабаха. Этот странный праздник возвращает нас к событиям 32-летней давности, когда на улице столицы тогдашней, еще советской Нагорно-Карабахской автономной области вышло чуть ли не все населения города, требовавшие МИАЦУМ, то есть воссоединение Карабаха с Арменией. Какой кровавой трагедии не только для азербайджанского, но и армянского народа, закончились эти манифестации, мы с вами прекрасно знаем. Как передает АЗ. Эйзи об этом новесте. Эйзи пишет журналист, вице-президент Американо-Азербайджанского фонда содействия прогрессу на тело Ахундова. Так почему затаился мировой армянский истеблишмент? На мой взгляд, срабатывает инстинкт самосохранения, мировое армянство сделало ставку на демократическую партию США, которая сейчас находится в самом разобранном состоянии. Ей не удалось протащить все на такт об импичменте президенту Трампу. А нынешний глава Белого дома, судя по его собственной характеристике, никогда ничего не забывает. Можно ставить пари 101, не забудет он и главного своего низвергателя Адама Шифа, председателя комитета по разведке США и одновременно одного из самых активных армянских лоббистов. Не забудет и всю его компанию армянских лоббистов, которая озабочена не проблемами мирового армянства, а армянским электоратом в Калифорнии и Нью-Джерси. Впрочем, будем объективны, какие-то подвижки в американо-армянских отношениях все-таки появились. Госдеп вдруг объявил, что выделяет более 600 миллионов долларов на уроки демократии в армянском обществе. Наверное, это очень радует людей из фонда Сороса, которые составляют окружение премьер-министра Никола Пашиняна. Эти деньги пойдут на организацию самых сомнительных акций, вроде КэмпСЭМ-2019. Я имею в виду печально известный практический семинар в Ереване, на котором оппозиционеров едва ли не всего постсоветского пространства обучали организации цветных революций. Эхо этого семинара отдалось протестной волной в Москве летом 2019 года, что очень не понравилось российской элите. До сих пор надеюсь, что в Кремле из происшедшего сделали правильные выводы. Но на днях, наконец-то неожиданно прилетели из-за океана и две новые ласточки. Первое, это интервью сопредседателя Армянской ассамблеи Америки Энтони Барсамина всем известной радиостанции «Голос Америки». Он, конечно, говорил о колоссальном интересе, который, якобы испытывают могучие Соединенные Штаты к маленькому армянскому государству, и даже напомнил, что Вашингтон оказал Еревану безвозмездную помощь в 60 миллионов долларов. Вообще-то, сумма для межгосударственных отношений просто ничтожная. 60 миллионов, стоимость одной кормовой палубной надстройки знаменитой яхты Абрамовича. Но, наверное, армянскую элиту такое внимание американцев к нарождающейся армянкой демократии по-своему греет. Хотя, мне кажется, официальный Ереван зря растиражировал интервью Барсамина во всех армянских СМИ, ведь последний сам признал, что диаспору и американский бизнес интересуют только коммерческие и инвестиционные проекты. Политическая ситуация в республике, непримиримая вражда кланов, масса внутренних проблем, лидеров диаспоры совершенно не волнуют. Барсамян первым из армянской диаспоры отделил себя от исторической родины. Прямо так и сказал, что касается внутренних проблем в Армении, то ими должны заниматься люди, проживающие в Армении. Поэтому вопросы у меня были жесткие обсуждения. Если я буду голосовать в Армении, то я должен жить в Армении. А вторая информационная ласточка была, безусловно, пожирнее. Сразу несколько американских конгрессменов объявили о том, что их представители отправятся в самопровозглашенную инкаре наблюдать за президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут 31 марта. Особенно озаботились сохранением демократии в марионеточной инкаре конгрессмен Фрэнк Полоний и конгрессвумен с армянскими корнями Джеки Спайер. Это та самая дама, которая набирала электоральные очки, совершенно бездоказательной и крайне скандально обвиняя своих коллег-мужчин в сексуальных домогательствах. Правда, ничего не доказала. И здесь небольшое отступление. Еще в октябре 2019 года Джеки Спайер посещала Карабах, прилетая туда на военном вертолете из Еревана. Фрэнк Полоний тоже неоднократно был гостем карабахских сепаратистов. Тогда почему они вдруг решили послать в Инкаре своих помощников? Ответ на поверхности, не хотят они раздражать американского президента. Логика американских парламентариев проста, Трамп и их-то имена не очень помнит, а визит их помощников в Карабах вообще не заметит. Так что, армянам не стоит ждать высоких официальных лиц из США на очередные выборы карабахских сепаратистов. К ним приедут вовсе не VIP американского истеблишмента, а нечто вроде политических статистов, крайне уничижительное и ироническое название которым можно найти в новом издании словаря народной фразеологии. Звучит хлестко, старший помощник младшего дворника. И никакие комментарии здесь уже не требуются. Продолжение следует...